Добрый день! В этом видео я расскажу как собирается еще один спиннер кубовид. На этот раз пятиостный и называется он Sengso Star Finger Trip или Sengso Hero, производитель компании Sengso. Как спиннер он вращается не очень хорошо, но как кубовид вполне удовлетворительно. У него пять граней, соответственно пять ребер и пять углов, а значит здесь возможны интересные ситуации. Я уже рассказывал как собирается четырехосный и шестиосный кубовиды. Ссылки на обучающее видео можно найти в описании. Star Finger Trip не может менять свою форму. При повороте одной грани на 90 градусов, вторая вращается немного и поворот блокирован. Продолжить движение мы не можем. На четырехосной версии подобные движения были доступны и можно было перемешивать таким образом. Поэтому собирать мы будем только в одной плоскости. Посмотрим из чего состоит эта головоломка. Есть центр, где находится механизм спиннера, к которому крепятся ребра трехцветные, желтый, белый и какой-то боковой цвет и углы. Углы четырехцветные, белый, желтый и два боковых цвета. Сам центр с каждой стороны черный. Стороны абсолютно одинаковые и не получится сразу узнать, где должна быть какая грань. На других спиннерах центр имел свой цвет. Здесь белый, где желтый и здесь тоже самое. Это продает дополнительные сложности в сборке. Призрачный флоппи куб собирается примерно так же, как сенсор гира, за исключением первого этапа. В перемешанном состоянии куб будет выглядеть вот так. Первым делом нужно определиться, какая грань перед нами. Для этого проще всего взять два ребра, к примеру, синяя и красная, развернуть их одним цветом к себе и поставить между ними нужный угол. Ребра трехцветные, углы крупнее и четырехцветные. Здесь синий и красный цвета, значит нужен синий-красный угол. Находится вот здесь. Чтобы поставить его между ними, мы развернем правое ребро, подгоним угол к нему рядом и развернем ребро обратно. Смотрим, что получилось. Белый и желтый цвета не совпадают. Красный и синий цвета тоже не совпадают. Если цвета не совпадают и тут, и тут, то значит, что перед нами белая грань. И этот уголок нужно прогнать вокруг всей головоломки и поставить на это же место. Но должны либо совпадать цвета здесь и здесь, либо не совпадать ни там, ни там. Чтобы развернуть этот угол на месте, мы должны переместить его вокруг всей головоломки и вернуть сюда же. Для этого вращаем сначала справа, потом справа снизу, дальше снизу, уголок уже здесь. И прежде чем вращать вот это ребро, мы развернем первое и второе. Второе в нужное положение, а первое в противоположное. Мы сюда подставляем уголок и когда вращаем ребро обратно, все цвета будут совпадать. Белые совпадают цвета, ну и сбоку, что справа, что слева. Ну, очевидно, и сзади. Первый уголок стоит на месте, дальше можно собирать. Перед нами белая грань. Повторюсь, в начале сборки угол, который мы ставим между первыми двумя ребрами, должен либо совпадать по всем граням, либо нигде не совпадать. Вот другая ситуация. Ребра я развернул желтыми цветами, уголок стоит тот же. Белый и желтый не совпадают, а красный и тут синий совпадают. Если с одной стороны совпадает, а с другой нет, то значит, что цвет вот этих ребер выбран неправильно. И их нужно развернуть и потом ставить уголок. И вот аналогичная ситуация. Те же ребра, тот же угол, желтый цвет совпадает, а боковые не совпадают. Это также значит, что нужно ребра развернуть. Как это делается? Отводим в сторону. Ребра оба разворачиваем, стали белыми. Но чтобы уголок поставить сюда, а потом туда, мы предварительно вот это развернем, пододвинем сюда уголок и поставим вот так. Видим, что теперь все не совпадает. Здесь синий-красный, здесь бело-желтый. Если не совпадает все, значит, цвет ребер выбран верно, а уголок нужно просто прогнать по кругу. Отводим его сначала сюда, теперь сюда, вращаем дальше. Прежде чем передвинуть отсюда сюда, разворачиваем верхние ребра. Это ставим просто на место, а это другой стороной. Подгоняем ребро сюда и ставим на место уголок. Теперь все цвета совпадают. Как только мы собрали первый угол, который совпадает по цветам с ближайшими ребрами, нам нужно собрать следующий уголок. Здесь он встал сразу на свое место, но ребро по цвету не совпадает. Значит, мы отводим уголок назад, еще сильнее отводим. Ребро разворачиваем противоположным цветом, подводим сюда угол и ставим на место. В итоге три элемента по цветам совпадают, и еще снизу вот эти ребра. Также возможно, что вот этот угол будет неправильно развернут. Допустим, мы также собрали синие-красные ребра и угол между ними и пытаемся поставить сюда следующий уголок с красным цветом. Он находится вот здесь. Мы предварительно разворачиваем следующее ребро, подставляем сюда уголок и вставляем на место. Но видим, что он стоит между нужными ребрами, но развернут неправильно. Поскольку цвет грани передней мы выбрали правильно, что подсказывает нам вот эти собранные элементы. Нам остается этот уголок развернуть, прогнав его по кругу. Вот элемент. вращаем сюда, перемещаем сюда. И здесь стоит наш правильный уголок. Мы разворачиваем вот это ребро, подставляя место, где должен стоять вот этот. Ставим сюда нужный уголок и возвращаем все на свои места. В этом случае у нас вот эти два ребра могут быть развернуты. Может быть одно, может быть два. Вернуть их на место можно по-разному, либо интуитивно, либо использовать нехитрый алгоритм. Интуитивно я уже показывал. Вот этот уголок отводим в сторону, еще чуть дальше, разворачиваем вот это ребро, возвращаем уголок, ставим на место. То же самое можно сделать здесь. Вот этот уголок отводим сюда, чуть дальше, разворачиваем ребро, возвращаем уголок и ставим на место. В итоге у нас получаются вот эти три элемента правильных и вот эти два. Также можно поменять цвет ребра при помощи алгоритма, который разворачивает два соседних ребра. У нас вот эти стоят правильно, а развернуть нужно вот это, а это пока еще не собранное. Поэтому можем попеременно вращать нужное и ненужное и оба развернутся. Каждое нужно повернуть трижды. Первый раз, второй раз, третий раз. Также ребро разворачивается. Таким образом можно разворачивать два любых соседних ребра. После того, как мы собрали пять элементов, любым способом, мы уголоку переворачиваем, чтобы собранные элементы остались снизу. И разворачиваем интуитивно два оставшихся ребра. После чего смотрим, что получилось. Может быть вот такая ситуация, как сейчас. Третий угол встал на место, а два как-то не очень. Может быть вот такая, когда два очевидно стоят неправильно, а третий, если присмотреться, тоже. Если все три стоят как-то не так, нужно сначала сделать перестановку. Это движение, которое похоже на пиф-паф из кубика рубика, ну или из пирамидки, из кьюба, других головоломок. Вот здесь элемент должен стоять розово-оранжевый. Где у нас такой неон? Вот он. Поэтому начинаем движение слева, чтобы нужный элемент встал на свое место. Вращаем слева, вращаем справа, опять слева и опять справа. Четыре движения. После чего уже какая-то ситуация появляется другая. Нам важно, чтобы из трех углов один встал правильно. Если с первого раза это не получилось, или вы сделали пиф-паф не с той стороны, можно его просто повторить. Тогда со второй попытки уголок встанет на место. Один или сразу все. Сейчас мы получили ситуацию, где нужно развернуть два уголка, которые стоят на своих местах. И эти два угла находятся рядом. Располагаем их сверху. Наша задача, каждый из них, прогнать по кругу и вернуть на свои места. Можно делать так. Вращаем сначала справа сверху, справа снизу. Слева, снизу. Вот подошел уголок, который был наверху. И разворачиваем два вот этих угла. Так. Тот, который был здесь, перешел сюда. И мы тот, который был тут, а сейчас здесь, отправляем в обратный путь. Вращаем здесь, здесь, здесь и здесь. То есть все движения в обратном направлении. В итоге мы получили, что все углы стоят на своих местах. Но два ребра развернуты. А чтобы развернуть два соседних ребра, есть нехитрый алгоритм. Вращаем первый раз. Каждое. Вращаем второй раз. И вращаем третий раз. В итоге все собралось. Покажу еще раз. У нас часть головоломки уже собрана. И остаются два угла, которые стоят на своих местах, но развернуты неправильно. Наша задача их развернуть на своих местах. Для этого мы правый опускаем сюда, в самый низ. Показываем один раз. Потом поднимаем. И меняем два вот этих угла местами. Тот, что был наверху, отправляется в обратное путешествие. Поднимается наверх. И тут мы их еще раз разворачиваем. В итоге все углы стоят на своих местах, развернуты неправильно, но ребра смотрят не той стороной. По три раза вращаем попеременно каждое и все соберется. Первый раз. Второй раз. Третий раз. Все собрано. Также возможно вот такая ситуация, где два неправильных угла находятся не рядом, а через один угол. Решается примерно так же, но чуть подольше. Наша задача опять развернуть эти углы на своих местах. А значит каждый нужно прогнать по кругу. Правый отправляем вниз. Потом сюда. Здесь меняем оба угла местами. Возвращаем назад. Назад. Вроде что-то получилось. Но углы стоят не на своих местах. А значит нужно их переставить. Здесь красно-зеленый. Здесь оранжево-розовый. Их нужно поменять местами. Можем продолжить движение. И вот здесь их местами поменять. После чего вернуть на место. Также останутся два перевернутых ребра. Уголки стоят на местах. Ребра разворачиваем привычным алгоритмом. Один раз. Второй раз. Третий раз. И все собрано. Покажу пример сборки для закрепления. Начнем с этих двух ребер. Синие. Красные. Развернем их одним цветом. Допустим желтым. Между ними должен быть синий-красный угол. Вот этот. Его нужно поставить сюда. Ну, предварительно подвернем левое ребро другим цветом. Поставим уголок. И вернем ребро обратно. Проверяем, что получилось. Белый с желтым не совпадает. А красный, ну и синий, боковые совпадают. Совпадают только боковые цвета. А эти не совпадают. А должно либо совпадать все, либо ничего. Значит, желтый цвет выбран неправильно. Нужно желтый поменять на белый. Разворачиваем оба ребра. И пробуем поставить этот же угол еще раз. Отведем в сторону. Развернем ребро. Вернем уголок. И поставим на место. Цвета совпали. Если бы все цвета не совпадали, пришлось бы по кругу прокрутить, чтобы решить ситуацию. Три элемента готовы. Нужно собрать еще здесь уголок с этим ребром. Здесь должен быть угол с красным цветом. Подворачиваем. Вот ближайший с красным. Но он не той стороной. А значит придется все-таки круг сделать. Элемент. Вращаем сюда. 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 Здесь он должен стоять. Подгоняем место. Вставляем. Разворачиваем. Так как край должна быть белой. Здесь оба ребра развернулись. Надо их перевернуть. Делаем на этот раз при помощи алгоритма. Для вот этих двух ребер. Одно. Второе. Одно. Второе. Одно. Второе. Одно. Последнее движение можно было не делать. Ребро уже развернуто. То же самое сделаем для левого ребра. Одно. Второе. Одно. Второе. Одно. Второе. Специально не буду делать шестое движение. Здесь все собрано как нужно. Переворачиваем головоломку. И разворачиваем оставшиеся ребра. Смотрим что получилось. Здесь уголок не на своем месте. Этот тоже. Розовый и синий. Оранжевый совпадает. Здесь тоже. Три угла не на своих местах. Смотрим кто должен стоять здесь. Оранжевый и розовый. Он находится справа. Значит начнем делать пиф-паф справа. Два движения. И еще два таких же. Смотрим что получилось. Уголок встал на место. А два вот этих нужно развернуть. Они стоят на местах. Но не той стороной. Такая ситуация нам знакома. Отправляем вниз. Потом дальше. Меняем углы местами. Вот этот был сверху. Возвращаем его вот сюда. Ну и осталось вот эти два поменять местами. Возвращаем тут. Тут. И еще раз. Тоже стали на месте. А два ребра нужно развернуть. Не важно с какого начинать. Эффект будет такой же. Один раз. Второй раз. Третий. Все собрано. Других ситуаций здесь быть не должно. Получилось что это не просто спиннер. А еще и забавная головоломка. В которой есть интересные моменты. Как спиннер вращается не очень. Но решать интересно. Можно найти и другие способы сборки. Тренируйтесь. И все у вас получится. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok